Вы знаете, я сегодня проснулся и подумал, что я все еще сплю, но как оказалось нет, разработчики действительно походу начали делать ребаланс героев, они начали хоть какие-то делать подвижки в сторону того, чтобы изменить героев к лучшему. Я поначалу не поверил, но почитал немножко и понял, что вроде все неплохо должно быть, ну начало положено по крайней мере, я надеюсь хотя бы раз в неделю или раз в две недели они будут такое выкатывать, давайте подробно ознакомимся. Разменен базовый эффект навыка Хоббит-путешественник, продай Сэм, Мэри, Пиппин, ну у которых героев это есть, на, защита подразделений людей, эльфов, гномов, хоббитов, звери, энтов в двух союзных формациях плюс 12. Давайте посмотрим, каково сейчас. Это все выглядит, как выглядит этот навык. Так, два формирования плюс 12. А сейчас же... Ну короче где-то так же. А, подождите, тут звери энтов что ли убрали? Надо будет потом посмотреть, там бонусы еще возможно изменят за вот эти вот сборы. Так, а нет, подождите, звери энтов. Ааа, тогда не понял, что изменилось. Короче, посмотрим. Ну, в любом случае какие-то изменения, уже неплохо. Изменен базовый эффект навыка Харадрим, черный змей, защита трех союзных формаций. Ааа, подождите, или тут просто пишет, что сейчас. То есть, а потом мы сможем посмотреть, что будет вместо этого. То есть, они просто напоминают, что сейчас. Окей. Изменен базовый эффект навыка Владыка Макилов. Защита трех союзных формаций, больших юнитов плюс 5. Атака плюс 5. Окей. Ну, это звучало реально как говно. Я понял. То есть, они действительно начали какие-то слабые навыки переделывать. Вот, продай Сэму, Мэри Пиппину, Черному Змею, Биорну, Хранитель Леса. Атака, наносимая двумя союзниками, формацией больших юнитов, снижают защиту цели на 10, на один раунд. Это реально слабое. Это даже звучит слабое. Защита 10. Там, если упороться в защиту, там на сотни идет речь, как бы, а тут 10. Ну, что это? Измененный эффект уровня 10. Хранитель Леса, Биорн. На. Атака формации двух больших юнитов плюс 3. Атака формации двух больших юнитов плюс 3. Это Хранитель Леса, да, получается? Ну да. Давайте посмотрим. Я же могу посмотреть навыки Биорна. Хранитель Леса. Нет, это, видимо, опять же написали то, что есть сейчас. Окей. Изменен базовый эффект. Короче, можете в комментариях. Этот видеоролик выйдет уже после проведения технических работ. Кто за какого героя шарит и играет им, в общем-то, можете в комментариях сразу отписать, чтобы я там сильно не сравнивал. Ну и может кому-то будет полезно. Если не трудно, пожалуйста, отпишите кто-нибудь что-нибудь. Изменен базовый эффект навыка лидер горных орков, Агларк. Ага, атака и защита плюс 15, инициатива плюс 5. В результате этих корректировок навыков рода эсэма, бла-бла-бла, вы получите одну бесплатную возможность сброса навыков для каждого из этих командиров, нанятых до обновления. Бесплатная возможность сброса будет действительно в течение 14 дней. Ну понятно. И чтобы кристаллы не тратить, типа, если вам не нравится эффект новой навыка, можете сбросить и перекинуть туда, куда вам нравится больше. Удалена особенность атаки в ближнем бою для юнитов Следопыт и Дуны Дайн. Эффект обычных атак с приоритетом на вражеских юнитов дальнего боя остается без изменений. Вот это надо было изначально сделать, наконец-то они сделали, теперь в этом есть какая-то логика, потому что раньше Следопыт и Дуны Дайн вроде как и милишников бьют, и вроде как и дальников. А смотреть и вправо, и влево одновременно невозможно просто. Они взяли и решили эту проблему, наконец-то. Изменена особенность летающий для орлов. Урон, получаемый от вражеских юнитов ближнего боя, уменьшается на 20%, ранее на 40%. А, ну типа то, что все абьюзили орлов, много летали, слишком часто их использовали, видимо, для этого это сделали. Ну и правильно. Увеличены ресурсы и время, необходимое для призыва лечения всадников на козлах, всадников на баранах. А, видимо, тоже имба была, да? Да, ладно. Новый статус земли. Шторм. Статус шторма будет активирован на земле за пределами вашего изначального мира. В начале сезона 2 и новых кампаний, запущенных после обновления. То есть я пока не увижу это все. Статус шторма будет останавливать летающие армии от занятия земли с таким статусом. А, то есть типа нелетная погода? Понял. Статус шторма может быть снят, когда будут заняты соответствующие контрольные точки или достигнут определенный этап прогресса сервера. О как. То есть они, видимо, поняли, что летающие армии это проблема, что они сейчас им будут. Слишком много делают того, что им не положено. И, в общем, они это фиксят. Корректировки функций. Летающие армии могут перемещаться за пределы радиуса влияния союзных постройок. Но перемещение за пределы этого диапазона будет потреблять дополнительную выносливость. В зависимости от пройденного расстояния. Ага. Когда летающие армии вступают в бой с низкой выносливостью, наносимый им урон будет уменьшаться. И также будут получать дополнительный урон от юнитов дальнего боя. Ну, понятно. Короче, нерв больших летающих армий. Изменен эффект защиты королевства фракций. Теперь, находясь в зонах под защитой территории вашего королевства фракций, вражеские армии не могут начать атаку на личные земли участников вашего королевства фракций, если эти земли находятся за пределами зоны влияния фарта атакующих. Изменены позиции ясновидения и извлечения в дереве способности кольца. Интересно. Ну, такие способности, такие себе, да, конечно. На данный момент, учитывая нынешние реалии игры, ясновидение больше не потребляет очки способностей. Окей. Изменены правила отображения. То есть, можно теперь спамить разведку. Изменены правила отображения для некоторых подарочных наборов. Сезон 1. Теперь вы можете контролировать марш армии, нажимая на землю в путях. А, то есть, можно как-то настраивать, как они пойдут. Интересно. Сезон 1. Сундуки матом, благословление путешествий и редкие сокровища будут разделять общий прогресс розыгрыша. А-а-а. Ну, то есть, типа, 1 гарант на все сундуки. После этого обновления будет подсчитано количество сундуков, благословленное путешествие и редкие сокровища, открытых вами до технического обслуживания 14 мая. Если общее количество превысит 200, вы гарантированно получите приглашение мифического командира при следующем открытии сундука. Так, будут вычтены. Это понятно. Добавлена система рекомендуемых билдов командиров в интерфейсе командира с детальными рекомендациями по составу командиров. Но это удобно. Это удобно. То есть, новые игроки, если таковые имеются, могут будут сразу посмотреть. Получили там мифического героя какого-то и могут сразу посмотреть то, что им надо еще там 20 уважений прокачать. Только тогда они сделают нормальный билд. Ну, это шутка, конечно. Или нет. Оптимизирован... Так, интерфейс, связанный с противодействием силосложения. Оптимизирована визуализация неба. Окей. Ну, завтра я посмотрю обязательно. После того, как уже выкатят обнову. Мне интересно посмотреть, как это. Если навык прода Мэри там примерно я помню. Навык этого змея примерно плюс-минус. Посмотрит. Было бы лучше, конечно, если в комментариях знатоки отписали под этим роликом. В общем, какова здесь ситуация? У нас дело идет к лету. Как бы уже май месяц. Поэтому я переехал в более южный регион. Ближе к морю. Среди лакарта у нас выглядит вот так. Так, тут вон Гондор сражается с Мордором. Арнор тут захватывает. С Линдоном тоже. Ангмар там. Ну, короче, в Ириадоре своя движуха из этих трех фракций. Пока вроде ничего не делают. А хотя вот эльфы полезли к Ангмару, смотрю, с Ангмаром воюют. Ну и гномы с руном. И с Мордором. Вот. Расклад пока что такой. Рохан вроде бы не воюет. Я сейчас, по сути, просто апаю свою армию. Своих командиров. Перед тем, как идти куда-то что-то делать. Как я уже, в принципе, до этого говорил. Торопиться не вижу смысла. Тратить много времени прям, чтобы тут залипать. Ну, такое. Время прошло. В принципе, пункт призыва пусть строится. А потом жилища на минорцев еще надо. Это я сделаю чуть позже. Ну, сейчас рынок немножко неудобно сделан. То, что надо самому все. Самому его качать, покупать каждый день. Раньше можно было просто эту закинуть и все. Так, обменяю. Да. Всякий случай проверил. Вдруг-то я туда фиолки слил какие-то. Мало ли что с ними будет потом. Ну, плюс я в любой момент могу захотеть там какое-то снаряжение переделать, что-то сделать. Поэтому. Отсюда мне только свитки нужны. Только свитки, только опыт. Я, в принципе, пользуюсь и рейдами. Как-то рейды по чуть-чуть формлю. Зарабатываю с них опыта. Не то чтобы много, но... Кристаллы вроде нормально дают поддерживать открытие. Каждый день, чтобы по два было. А больше пока что ни с кем не дрался. Хотя нет. По-моему, есть отчет. Сейчас надо глянуть. Потому что просто со злом перепутал. А на зле я там переезжаю. Буду уже скоро. Не знаю, там 35 уровня. Пойду воевать. Вообще пофигу. И то отчеты подобывать. А то совсем сюда скучно заходить будет. А задания вот эти надо не забывать. Кстати, вот эти задания сейчас хорошо сделаны. Три кнопки нажал и все. И оно делается. Как-то попроще, чем раньше. Раньше надо было герой отправлять, ждать, когда он дойдет. Если задание не понравилось, обновлять, возвращать. Потом назад его. Ну, короче, упростили. В принципе, и правильно сделали. Что тут светится, я не пойму. Вперед за свитками. Да, для зла, кстати, я все-таки сделал задание со 130-150 плиткой. Мне пришлось там несколько локтей по карте пройти. Нашел место, где там были камень. 150-ки. Вот их позахватывал, задание сделал. Ну, он 35-й уже. По сути, 5 уровней. Я обычный свой 40-й уровень получу. Хотя потом, возможно, придется еще какую-то пачку делать. Пока эти будут на поле боя. Надо же кому-то фармить свитки дальше. Прокачивать уровни. Сейчас же, по-моему, до 45-го уровня можно свитками качать. Если мне память не изменяет. Все, все собрали. Возвращайтесь. А, нет, вот еще. Но Элоренд этим займется. Кстати. Заговорил за Элоренда и вспомнил. Я посмотрел. Этот тизер. Колец власти. Второй сезон. Принжатина будет, скорее всего, такая же. Ну, не знаю. Вроде получше выглядит, чем первый. Не намного, но вроде бы что-то как-то. Посмотрим. Посмотрим. Ладно. Ну, что в ссылках канала у меня есть ссылка на Бусти. Где, в общем-то, мы смотрели первый сезон. И будем смотреть второй. Если кому интересно. Но впечатлительных личностей, конечно, не советую вам, короче, смотреть этот сериал. Если вы еще не смотрели. Так, по отчетам. А, ну вот он один и есть. Ну, тут у меня Т-2-шная я проиграл, да. На тот момент еще были Т-2 войска. Потом я это все заменю. В общем, потихоньку качаюсь. Пойдем на зло. На тьму. Там, кстати, и сил у меня больше. И ресурсов больше. Ну, в принципе, учитывая, в какой гильдии я состою в добре. Там 25 человек, по-моему. Здесь как бы лимит. Так, это все, конечно, замечательно, но... Не-не-не-не, подожди. А, это рейды. Монстры, монстры, монстры. Да-да-да, это я монстра вбил. Меня другой интересует. Два часа еще, да? Ну, ладно. В общем, буду переезжать ближе к гномам. Вон, какая-то заварушка есть. Вроде бы. О, смотрите-ка, цитадель даже строить. Ничего себе. Что это за... Это у летающих армий такая стрелочка сплошная. Переделали. Обращал внимание. Ну, ладно. В общем, суета. Суета здесь происходит. 58-й. Не знаю, прочность фартов. На фронте это поможет. В принципе. Ресурсов у меня мало. Да так, если подумать, мне много и не надо, в принципе. Я не сижу 24 на 7. Это и к лучшему. Это и к лучшему. Очень хорошо тратится... Распределяется, скажем так, мое время. Тут, кстати, надо бы тоже ревизию небольшую провести. Да. Да-да-да. Синьку, зеленку мне не нужно. Ничего интересного пока что. Гаранта еще 34 крутки. Это 17 дней. Нет, не 17 дней. Меньше. Потому что еще матом ожидают. С испытаний. Ну и плюс там что-то с батл пасса заберется. Поэтому. Короче, две недельки. До гаранта. Надо подметать здесь. Пока что рейды. И завтра я перееду. Получается, уже на новое место. Буду подметать там. Отчетов у меня тут нету пока что. Смотреть особо нечего. Потихоньку развиваюсь. Прокачиваюсь. Да, очень много крушителей. Копи-метателей, кстати, нанял. Но это чисто для Азру. Ну вот, у нас еще полутроли тут есть. А, еще есть крылатые. Я вижу. Но я подумаю о том, чтобы их нанять. Я подумаю. Блин, вот если разработчики займутся и все-таки начнут реально героев перелопачивать. Хотя бы по чуть-чуть. Вот как сейчас они. По 3-4 штучки. И это будут изменения в лучшую сторону. Может быть даже я вновь приобрету интерес к игре. Такое может быть. Если они реально постараются. Вера, конечно, ну сами понимаете, да? Что почти не осталось, но... Какой-нибудь неожиданный камбэк был бы очень кстати. Это я все сделаю. Мне нужно, чтобы мне моего посланца вернули. Моего мосика. Таким, как раньше он не будет, конечно же. Но... Ну как он саппортов раньше вырезал? Спокойствием. Почему это вообще была тема? Прямо вспоминаю мне аж... Я аж офигеваю от этих воспоминаний. Ну и Фалгина когда-то юзал, да. Когда-то я мейном Фалгина был. Наверное, все меня с ним ассоциировали. А теперь уже все. Я его не использую, потому что в нем смысла нет. Он стал бесполезен. Просто затычка, блин, и все. Мясная. Зачем из него сделали это? Я не понимаю. Посмотрим. Может быть вернут. Вернут ему адекватную. Адекватный вид. Тут, в принципе, я все качнул. Дальше во флот огня только идти. То же самое и Ладхара касается. Здесь я Повелителя Падших пойду. Тут надо будет каких-то конников. Да, в принципе, я думаю, варгов нанимать там. Не только через пехоту играть. Буду как-то миксовать. Может еще каких-то взять зверушек. Не знаю, санинт. В принципе, кто знает, может написать в комментариях, стоит ли брать санинт на зверях. Команду. Будет ли от этого хорошая польза или так? Просто норм. Ну, будет ли это лучше, чем мой пак? Вот этот из четырех. Если, я не знаю, там, за место... За место кого ее поставить? За место Саурона? Ну, такое. Может, Ладхара заменить? Не потому, что он плохо, а просто. Ну, ну, в теории подозру, как бы. Он дает двойной выстрел стрелкам. Плюс шанс нанести урон огнем. И еще огнем, этот... Помимо огня, еще урон ядом будет. Словно, там, вот, санинт. Звучит неплохо. Тем более, те же метатели. Даже слет по рейдам посмотреть. Где тут пожирнее. Ну, Азру держится, кстати. Ну, тут Ладхар еще много накидывает. Не знаю, я бы, может, вообще вместо Саурона поставил. С другой стороны, он тоже важен. В общем, ладно. Вот такой вот у нас расклад на данный момент. Пишите, что думаете по поводу обновления. Нравится, не нравится. Ну, и вообще, что думаете по поводу всего этого. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.